Еще несколько десятилетий назад китайские автомобили воспринимались как дешевые копии западных моделей, но времена изменились. Сегодня Китай не просто догнал мировых лидеров автопрома, он начал их опережать. И одним из главных примеров этой революции стал Янг Ван Кью Сем. Автомобиль, который заставил инженеров из США пересмотреть свои взгляды на будущее транспорта. Его главная особенность — революционная система маневрирования и передача мощности между колесами, которая позволяет машине адаптироваться к любым дорожным условиям. Представь автомобиль, который буквально чувствует поверхность под собой, мгновенно перераспределяет тягу и практически не теряет сцепления даже на голом льду или в песках пустыни. Впервые такие технологии использовались только в дорогих спортивных авто, но китайцы внедрили их в массовый сегмент. Китайский рынок автомобилей больше не копирует Запад. Он опережает его, создавая инновации, которые еще недавно казались фантастикой. Американские инженеры, увидев Янг Ван Кью Сем в действии, признались. Мы даже не думали, что такое возможно. Сегодня именно китайские автомобили задают тенденции, оставляя в прошлом представление о Китае как о стране подражателей. Одним из символов этого изменения стала компания NIO, которая в рекордно короткие сроки не только вышла на международный рынок, но и стала серьезным конкурентом для Tesla. Последняя разработка компании, модель ET9, доказывает, что Китай больше не догоняет. Он опережает. Этот автомобиль сочетает в себе мощность суперкара, умные технологии и удобство управления, которое ранее встречалось только в премиальных моделях. NIO ET9 – это не просто электрокар, а настоящий монстр на колесах. Разгон до 60 миль в час занимает менее трех секунд, а система управления распределяет мощность так, что водитель ощущает полную уверенность на дороге в любых условиях. Особый интерес вызывает система замены аккумуляторов. Вместо того, чтобы ждать зарядки, водитель просто заезжает на специальную станцию и роботизированный механизм заменяет батарею за считанные минуты. Это полностью меняет представление об электромобилях, делая их такими же удобными, как традиционные автомобили с ДВС. Китай не просто разрабатывает новые модели автомобилей. Он перестраивает саму концепцию городского транспорта. В условиях мегаполисов, где пробки стали неотъемлемой частью жизни, китайские инженеры предложили радикальное решение. Их ответ – гибридные транспортные системы, которые объединяют в себе возможности автобусов, трамваев и автономного движения. Одним из самых ярких примеров является умный трамвай-автобус, способный двигаться по выделенным полосам, обходя заторы, а при необходимости использовать обычные дороги. Этот транспорт не требует рельсов. Он ориентируется с помощью сенсоров, которые позволяют ему четко следовать маршруту, будто он движется по настоящим рельсам. Такая концепция решает сразу несколько проблем. Во-первых, исключает заторы, ведь транспортные системы адаптируются в реальном времени. Во-вторых, уменьшает нагрузку на дороги, сокращая количество личных автомобилей. И самое главное – делает поездки быстрее и удобнее. Если такие системы массово войдут в эксплуатацию, традиционные автобусы и трамваи устареют навсегда. Китай вновь оказался на шаг впереди. Пока одни страны делают ставку на традиционные автомобили и общественный транспорт, Китай пересматривает саму концепцию персональной мобильности. Новые устройства для передвижения не просто удобны, они меняют сам подход к городскому транспорту, предлагая компактные, маневренные и экологичные решения для тех, кто хочет передвигаться быстро и без пробок. Одним из самых удивительных примеров стали дрифт-ролики Xiaomi SIG Drift W1. Это небольшие моторизованные платформы, которые крепятся прямо к ногам, позволяя пользователю свободно передвигаться по городу. Благодаря точным сенсорам и мощным электродвигателям эти устройства обеспечивают отличную устойчивость, высокую скорость и возможность выполнять сложные маневры, буквально скользя по улицам. Другим не менее впечатляющим изобретением стал электрический моноцикл InMotion Adventure V14. Это компактное колесо с встроенным гироскопом, которое позволяет разгоняться до нескольких десятков миль в час, при этом поддерживая полный баланс без участия водителя. Пользователь может легко управлять движением, просто изменяя наклон тела, а система стабилизации делает езду максимально плавной и безопасной. Китайцы уверены, будущее за индивидуальной мобильностью. Вместо того, чтобы застревать в пробках на дорогах или зависеть от расписания общественного транспорта, такие устройства позволяют мгновенно добираться до нужного места, занимая минимум пространства на улицах. Африка начинает развивать водородные технологии, и хотя говорить о полной транспортной революции пока рано, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Некоторые страны, такие как Южная Африка и Марокко, активно внедряют зеленый водород как перспективное топливо будущего. В Южной Африке реализуются программы Hydrogen South Africa и инициативы по созданию водородной долины, которая должна стать центром производства и распределения экологически чистого водорода. Водородные технологии находят применение не только в энергетике, но и в транспорте. Один из примеров грузовик на водородных топливных элементах компании Anglo American, который уже тестируется на шахтах страны. Главное преимущество водородного транспорта – это высокая автономность и быстрое пополнение топлива. В отличие от электромобилей, которым требуются часы на зарядку, водородные машины заправляются всего за несколько минут, а их запас хода значительно превышает показатели традиционных электрокаров. Однако эксперты отмечают, что экологичность таких машин зависит от метода получения водорода. Если он производится с использованием ископаемых источников, то его углеродный след может быть значительным. Именно поэтому основное внимание уделяется развитию зеленого водорода, который получают с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер. Несмотря на высокий потенциал, массовое внедрение водородного транспорта в Африке пока сдерживается рядом барьеров. Строительство инфраструктуры требует крупных инвестиций, а технологии водородных двигателей пока остаются дорогими для массового рынка. Однако страны с богатыми солнечными ресурсами могут превратиться в глобальные центры производства водорода, а в долгосрочной перспективе Африка может стать ключевым игроком в этом рынке. Если Африка сможет эффективно развернуть водородную экономику, то это создаст новый стандарт экологичного транспорта, способный потеснить даже крупнейших мировых производителей автомобилей. Китай уверенно занимает лидирующие позиции в развитии технологии автономного вождения. И это уже не просто концепции. На дорогах страны действительно можно увидеть автомобили, которые управляют собой. Однако, несмотря на впечатляющие достижения, говорить о полномасштабном внедрении полностью автономного транспорта пока рано. Одним из главных факторов успеха Китая в этой сфере стала мощная государственная поддержка. В отличие от США и Европы, где внедрение автопилотов сталкивается с законодательными барьерами, в Китае тестирование беспилотных автомобилей разрешено на реальных дорогах в нескольких крупных городах. Компании Baidu и Pony AI уже запустили автономные такси, работающие в Пекине, Шэньчжэне и Шанхае. Эти автомобили действительно передвигаются без водителей, но их движение ограничено специально оборудованными зонами, где инфраструктура адаптирована под автономное управление. Еще одной важной составляющей китайского успеха стало развитие умных городов, где светофоры, камеры и дорожные датчики передают данные беспилотным автомобилям в реальном времени. Такая система позволяет автопилотам снижать риск аварий и эффективнее анализировать дорожную ситуацию. Однако массовое внедрение полностью автономных автомобилей пока остается в стадии тестирования. Ведущие китайские автопроизводители, такие как NIO и Xpeng, активно разрабатывают системы частичной автоматизации, но технологии, позволяющие машинам передвигаться без вмешательства человека в любых условиях, все еще проходят испытания. По прогнозам правительства Китая, к 2025 году около половины продаваемых автомобилей в стране будут оснащены функциями частичного автопилота. Полностью автономный транспорт, который сможет ездить без участия человека на всех дорогах, может стать реальностью лишь через несколько лет. Но смогут ли китайцы действительно первыми выпустить полностью автономные автомобили в массовое производство, остается открытым вопросом. Летающий транспорт долгое время оставался фантастикой, но сегодня Китай и Африка активно работают над тем, чтобы он стал частью повседневной жизни. Пока в США и Европе продолжаются дискуссии о безопасности и законодательных барьерах, китайские инженеры уже тестируют первые прототипы, а африканские компании готовятся к запуску аэротаксии в ближайшие годы. Одним из самых амбициозных проектов стал Xpeng AeroHT — летающий автомобиль, который сочетает в себе функции дрона и классического транспорта. Этот аппарат способен взлетать вертикально, передвигаться по воздуху на расстояние до 500 километров и при этом оставаться удобным для городской эксплуатации. В Китае уже открыты специальные тестовые центры, где инженеры отрабатывают системы управления, безопасность полетов и интеграцию таких машин в городскую инфраструктуру. По прогнозам, массовое производство первых серийных моделей начнется в 2025-2026 годах. Африка делает ставку на аэротакси, которые могут стать ключевым решением транспортных проблем в удаленных районах. Kenya Airways уже объявила о планах запустить первые электрические воздушные такси через свою дочернюю компанию Fahari Aviation. Эти аппараты будут экологичными, экономичными и способны значительно сократить время в пути, предлагая новый уровень мобильности для городов с перегруженной дорожной инфраструктурой. Несмотря на перспективность технологии, существует ряд вызовов, которые предстоит решить перед массовым внедрением. Летающим автомобилям необходима развитая инфраструктура, включая специальные площадки для взлета и посадки, системы управления воздушным движением и новые законы, регулирующие их эксплуатацию. Кроме того, безопасность и надежность полетов остаются приоритетными задачами для инженеров и регулирующих органов. Тем не менее, Китай и Африка уже делают то, что еще несколько лет назад казалось невозможным. Пока в большинстве стран дроны используются для съемок и доставки товаров, в Китае они уже спасают жизни. В отдаленных районах, где больницы находятся за сотни миль, а дороги практически отсутствуют, беспилотные летательные аппараты стали настоящей революцией в здравоохранении. В Китае правительство активно развивает системы медицинской логистики, используя дроны для доставки донорской крови, вакцин и медикаментов в удаленные деревни и горные регионы. Такие аппараты, оснащенные системой автономного управления, могут преодолевать огромные расстояния за считанные минуты, сокращая время транспортировки жизненно важных препаратов с нескольких часов до 20-30 минут. В Африке ситуация еще сложнее. Многие населенные пункты полностью отрезаны от медицинской помощи, а доставка лекарств традиционным транспортом занимает слишком много времени. Поэтому страны, такие как Руанда и Гана, внедрили систему медицинских дронов, которые регулярно доставляют антибиотики, противоядия и вакцины. Самый известный проект ZipLine, который уже успел спасти тысячи жизней, превратив дроны в неотъемлемую часть системы здравоохранения. Доступность транспорта — одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Китай и Африка, понимая важность этой темы, активно работают над разработкой инновационных решений, которые могли бы упростить передвижение для всех, включая людей с ограниченными возможностями. Хотя эти технологии пока находятся на этапе внедрения, они уже вызывают серьезный интерес у инженеров по всему миру. В Китае ведутся активные разработки интеллектуальных транспортных систем, которые делают управление автомобилем максимально удобным. Некоторые прототипы уже позволяют использовать голосовые команды и элементы искусственного интеллекта для помощи водителям с ограниченной подвижностью. Однако пока такие системы не внедрены массово, а остаются на уровне тестирования и локального применения. Тем не менее, интеграция транспорта в умные города дает надежду, что в ближайшие годы появятся действительно удобные и доступные автомобили для всех категорий граждан. В Африке проблема доступности транспорта стоит особенно остро. В ряде стран реализуются локальные инициативы по созданию сверхдешевых автомобилей, которые могли бы сделать передвижение более доступным для людей с низкими доходами. Некоторые проекты предлагают адаптивные конструкции, позволяющие модифицировать автомобили под нужды водителя, например, заменяя стандартное рулевое управление на ручное или добавляя дополнительные автоматизированные функции. Хотя пока рано говорить о том, что Китай и Африка опережают США в вопросах доступного транспорта, они предлагают уникальные и инновационные решения, которые могут серьезно повлиять на будущее автомобильной индустрии. В отличие от западных стран, где многое зависит от сложного регулирования, Китай и Африка экспериментируют с новыми форматами, создавая перспективные технологии, которые в будущем могут стать мировым стандартом.